всем привет меня зовут юлия добро пожаловать на мой канал это будет наверное самое красивое видео из всех про турцию мы ездили в седе смотреть на отечный город наш отель ту и magic life джакаранда находится немного на окраине поэтому до центра мы еще ехали минут 30 ехали на автобусе с нас взяли всего по доллару а обратно почему-то по полтора они цены озвучивают прямо из башки поэтому даже с автобусниками надо торговаться зато такси с нас хотел увезти за 17 долларов причем на таком же автобусе только с шашечками сверху ну и по моему черного цвета mercedes немного покомфортнее бы ехалась но представляете туда 17 обратно 17 проездили бы все бабки по дороге видели много а шикарных отелей прямо замки все улицы усыпаны рынками торговля здесь наверное на первом месте но мне они не понравились сейчас кусочек видео вам ставлю покажу товары все какие-то ширпотребные магнитики с чашками побитые трикотаж просвечивающий растянутый весь товар бракованный дешевые безделушки прямо а хотят за них 3 дорого и не скидывают вообще никто ничего а вот сумочки всего 10 евро дешевые я даже пожалела что я у нас купила по качеству конечно не знаю но очень красивый ездили в магазин кожи и меха вот там качество вроде ничего но цены просто ужасом надо торговаться а мы не любим я сразу чувствую себя каким-то ущербным человеком который вымаливает продать подешевле короче это не мое я хотела найти сарафан который дочка мерила у нас качество супер ткань мягкая нежная я не знаю как называется но как шелковая только не блестит у нас магазине все вещи были из этой ткани и сказали что производитель турция так кофта мне там понравилось но цена 5 800 а этот сарафан вообще 6 500 в общем я не только подешевле не нашла в тур вообще ни одной вещи из такой ткани видимо просто не там искала ладно может следующий раз найду или кто-нибудь в комментариях подскажет эту поездку я не собиралась снимать поэтому дорогу снимала обратную то есть мы сейчас едем обратно и сиды уже но когда я увидела красоту которая там находится то не могу вам этого не показать да и себе видео для памяти снять я его буду пересматривать больше всех остальных сейчас начало октября температура воздуха 30 градусов на солнышке 40 за весь наш отдых с 1 по 10 октября не видела ни одной тучки с погоды просто повезло очень все растения здесь вечерами и ночью поливаются иначе они сгорели бы видели мы такие места где не поливается там просто сухо а вот и наш отель но представим что мы вылезли в сиды можно сказать везли нас конечки до конечки здесь же сразу стоят корабли пустые не вернее лежат верблюды это автовокзал и чтобы не запутаться и никого не спрашивать мы просто включили навигатор и пошли так как интернет был только в отеле я заранее скачала карты потому что gps работает без интернета а вот карта без интернет не загрузится если заранее скачать то они будут в телефоне их не придется загружать но я так понимаю что начались вот эти старые древние развалины это как раз и начался античный город но мне интереснее было смотреть на дорогу как же ее так ровно выложили она такая гладкая ровнейшая вся блестит от полированная прямо давайте немножко расскажу историю этого античного города все материалы взяты с википедии согласно страбону это античный историк и географ римской греции седэ был одной из древнейших известных греческих колоний в анатолии он был основан в седьмом веке до нашей эры на месте более древнего поселения слова седэ на местном анатолийском языке означало гранат филологические исследования показали что это слово не имеет ни греческих не финикийских корней гранат здесь считался символом изобилия после колонизации жители седэ продолжали говорить и писать на местном седэкском языке первые археологические раскопки на территории античного города были организованы стамбульским университетом и начались в 1947 году много веков назад город находился в постоянной опасности и был окружен крепостными стенами как со стороны моря так и со стороны суши руины крепостных стен и башен разной степени разрушения сохранились до наших дней и в настоящее время исследуются археологами ворота у восточных стен служили входными воротами рядом с центральными воротами эллининтического периода построена по башне а ворота выходят на площадь форме букве у главный проспект который начинается от входа в эти ворота поведет вас по всему полуострову до самого западного его конца в центральной части расположен самый большой сохранившийся римский театр в функции вмещавший более 20 тысяч зрителей когда мы по тропинке проходили видели его а сейчас мы видим его сзади ныне восстановлена даже часть сценического пространства и очищены проходы под трибунами и галереи судя по укреплениям театр использовался не только для театральных празднеств но и для гладиаторских боев и травли зверей а позднее как городские каменоломни здесь организован платный вход чтобы походить внутри по трибуна 550 рублей с человека примерно берут мы туда не пошли пожалели не деньги а свои силы и время потому что мы не знали сколько нам еще нужно пройти и во сколько мы сможем вернуться в отель потому что там обед мы сейчас идем по улочкам до следующей достопримечательности здесь много вот таких стеклянных полов под которыми видно разные древние элементы оставшиеся от античного города все эти улочки усыпаны магазинами цены намного выше чем на базарах если захотите что-то купить то не здесь а это оказывается называется агора рыночная площадь в древнегреческих полисах являющиеся местом общегражданских собраний на площади обычно располагавшийся в центре города находились главный городской рынок и нередко правительственные учреждения к сожалению все что под полом то от него и осталось естественно здесь все уже выстроили заново а гору как правило окружали также галереи с ремесленными мастерскими храмы иногда периметру а горы возводились статуи очень часто она являлась административным и экономическим центром города для контроля за соблюдением порядка на площади назначались специальные должностные лица агрономы метрономы обязанностью которых было следить за правильностью употребляемых мер ситофилаки наблюдавшие за хлебной торговлей и другие вот кстати их сейчас вот и не хватает очень смотрите какая красивая дорожка камушками такие квадратики где где в общем товаров здесь много глаза все разбегаются но как узнаешь цену так сразу идешь прямо наконец-то мы пришли до моря смотрите влево если пойти там мы найдем храм аполлона но тогда мы еще об этом не знаем я как увидела море у меня мозг отключился и мы пошли направо но тут-то как раз и начинается вся красота здесь есть две заводи обложенных камнями для стоянки различных кораблей до храма аполлона мы дойдем попозже вот там вот он где-то за кустами ну а сейчас пойдем вправо я как увидела эти камни все мне приспичило я должна туда сходить обязательно здесь табличка с названием города и как раз тут гранат о котором я вам рассказывала все здесь фоткаются и я не исключение даже пришлось немножко в очереди постоять в божечке моей какой же тут вид отсюда видно весь берег седы и даже наш отель вернее наш отель конечно не видно но видно где он должен быть вот там в самом конце береговой линии он и находится потому что когда мы купаемся нам также видно берег седы где мы сейчас как раз и находимся вода чистейшие прозрачные теплые где-то есть песочек где-то камни но в специально оборудованных местах конечно заходы плавные хорошие постоянно кто-то летает на парашютах цену не спрашивала мы летали в краснодарском крае думаю что здесь дороже да и второй раз как-то не по приколу вот и вторая заводь о которой я говорила надо пройти как-то на те камни сейчас найдем вход выход отсюда ну вот здесь мы прошли как раз по мостику там мужики рыбу ловят и и очень хорошо видно на дне какие-то канаты покрышки все грязное такое замыльвенные а здесь просто шикарный вид на море открывается вдалеке тот самый храм аполлона виднеется но я его в тот момент опять же не увидела мы смотрели вот на эту красоту благодаря камням вода и желтая их зеленая и голубая ну вообще обалдеть просто на это можно смотреть бесконечно нагляделись и пошли как раз в другую сторону в правую здесь много кафешек у моря все зазывают как на рынке чуть ли не за руку хватают пойдемте пойдемте ужас хорошо что здесь много деревьев тут хотя бы тенек и зелени прекрасно растется хотела прогуляться по набережной говорят очень-очень красивая в седая набережная но до нее мы так и не дошли и хотя когда мы шли вот по этой набережной я думала то что это она а потом посмотрела фото набережные седая и оказалось что это вообще фигня а вот почему мы вправо идем на самом деле меня сбила другая дорога 2 там где был амфитеатр и люди где стояли в очереди можно было пойти вправо и там была дорога вниз а мы пошли влево как раз дальше ну мой мозг это и запомнил я по моему все ходил ходила и думала так нам надо не забыть вернуться туда и пойти по той дороге которая ведет направо и что же оказалось оказалось то что мы сейчас идем как раз к той дороге к этому выходу видели полицию это жандарма у них называется с этой набережной мы свернули направо вверх пошли увидели здесь свежевыжатые соки цена 1 доллар у нас в отеле 3 решили попробовать он вам выжимает один гранат 3 мандарина и получается вот такой стаканчик с мякотью свежевыжатого сока вот сейчас мы как раз к этому амфитеатру пришли чтобы пойти на дорогу которая идет вправо если конечно стоять спиной к этим воротам вот мы сейчас туда и пойдем но мы просто прошли по низу по берегу моря и вышли к тем же соком где мы его избрали но прогулка все равно получилось не напряжная даже то что мы растерялись почему бы и не прогуляться по такой красоте по дороге здесь также можно увидеть остатки античного города вот тут почему-то заборчиком все прикрыто здесь ведутся видимо раскопки даже есть какие-то большие сооружения в тот день мы находили почти 30 тысяч шагов это мой абсолютный рекорд хоть и были в кроссовках ноги и вообще по страшному гудели но это была приятная боль представляю какие виды там в кафешке ну вот в принципе и все пришли мы наконец-то пойдемте теперь влево мы были прямо рядышком прям вот в метрах в двадцати наверно пройти эти кусты и все и вот он храм аполлона ну и снова обратимся к википедии храм полонов седе построен во втором веке уже нашей эры во времена правления антонина пия был разрушен при строительстве атриума христианской базилики остатки двух античных храмов в 1885 году обнаружил польский путешественник кароль лянц коронский с 1947 по 66 год в седе проводились масштабные раскопки под руководством археолога манцеля он определил дату постройки храмов и атрибутировал больше из них как храм афины и меньший как храм аполлона в результате раскопок были обнаружены многочисленные обломки результатом изучения которых было решение частично восстановить храм аполлона после длительной подготовки в 1991 году были восстановлены пять колонн с антаблементом и часть западного фронтона в настоящее время памятник находится под охраной правительства турции является одной из главных достопримечательностей города курорта седе но некоторые современные исследователи считают что судя по консолям с отделкой основания листьями аканта напоминающих дорические триглифы и метопов с рельефами голов горгон медузы манселевскую атрибуцию храм ошибочный и на самом деле храм посвящен афине согласно легенде персей принес голову горгоны афине которая закрепила ее на своей эгиде настоящее время колонны установлен на железобетонные основания с отделкой под мрамор к 2007 году из-за воздействия окружающей среды облицовка и бетон из основания выкрашился и наверх выступила прожавершая арматура портя вид памятника я эту арматуру не заметила а вот муж увидел и сказал а откуда тогда еще была арматура чего грида хрень так теперь понятно откуда это все вот теперь мы все увидели все посмотрели и теперь идем в левую сторону по берегу напоследок еще немного красоты и конечно пальм гор море обязательно здесь нужно пофоткаться потому что это действительно красотища невероятные вдалеке он плывет пиратский корабль таких прогулок у нас можем конечно еще не было как же здесь красиво а еще не знаю куда это видео пихнуть сидели на пляже отдыхали и увидели вот такого мужика летающего от воды страны конечно смотрится круто ну и окей google нам в помощь флайборд представляет собой пару водометных ботинок и ручных стабилизаторов соединенных с гидроциклом длинным гибким шлангом подающим струю воды к флайборду конструкция позволяет взлетать над поверхностью воды на высоту до девяти метров кувыркаться в воздухе и плыть сквозь волны как человек-амфибия смотрится конечно круто со стороны но так хочется попробовать самим ладно пора заканчивать сегодняшнюю экскурсию но у меня на сегодня все увидимся лишь видео всем спасибо пока пока